Скажите, пожалуйста, такая над огромной для России проблема. Заключенные в тюрьмах, колоссальное их количество. Должен ли православный человек оказывать посильную помощь этим людям? Не должен, он обязан. Потому что это исполнение заповеди Божьей. Дело в том, что русские люди от этого отвыкли. А вообще это есть для христианина, каждого крещеного человека, это просто обязанность. В силу того, что у нас в тюрьме-то были созданы и лагеря для уничтожения народа, и коммунисты всячески отбивали охоту у людей к добру. Делали это методично целые 70 лет. И народ, конечно, отвык. Но церковь сейчас продолжает эту миссию и открывается в тюрьмы храмы практически во всех учреждениях. Есть либо храм, либо часовня, либо молитвенные комнаты. Священники посещают заключенных, там работа такая ведется. Ну и сами миряне, конечно, должны. Через священников обязательно создавать такие группы помощи. И священник будет смотреть, что там нужно. Сейчас уже, конечно, в тюрьме получше ситуацию, чем было 10 лет назад, и с питанием, и так далее. Но все равно священники помогут. Ну вот я всегда знаю, что заключенный нуждается вот в очках. Вот, потому что, ну, уже начиная с 40-45 лет, зрение падает. Вот, и в тюрьмах есть библиотеки, и вот чтобы читать, нужны очки. Такая простая вещь, не дорогая, а нужна. И вот много-много таких вещей. И вот, на самом деле, это очень полезно и для тех, кто такое милосердие оказывает. Очень важно к этому и детей. Ну, я имею в виду подростков, там, с 14 лет, приобщать. Чтобы они смотрели на то, где они могут оказаться, если будут слушать мальчиков и девочек, которые гуляют по улицам, не знам, чем занимаются. Это чудесная профилактика. Это нужнейшие вещи. Следующий вопрос о старчестве. Есть ли, на Ваш взгляд, в современной России старцы? И кто такой старец, вот, по Вашим мнениям? Ну, вот, насчет, есть ли в России старцы, я надеюсь, что есть. Но вот для меня таким авторитетом был духовным отец-занкрестьянки. Это вот, чем характеризуется старец? Ну, во-первых, во-первых, послушание священноначалью. Если какой-то старый священник или монах с большой бородой, вот, но он вне подчинения священноначалью, то это старец уже ложный. Второе. Он должен иметь достаточный уровень богословского образования. Он разбираться должен обязательно в догматике церковной, в канонах. Не путаться в этих вопросах. Это очень важно, потому что для народа это всегда востребовано. Третье. Он должен, помимо образования, иметь духовный опыт. Потому что сейчас большая востребованность в священниках. Мы в церкви имеем только десятую часть того, что требуется для нашей страны. А может быть и даже и меньше. Потому что всех порасстреляли за годы с советской власти просто. Церковь сузилась в своих масштабах. И поэтому бывает так, священник и на вид старый, лет 60, а посвящен в сан лет 7-8 назад. И, конечно, не имея еще такого духовного опыта, он не может быть старцем. Хотя жажда у народа старцев огромная. И очень много таких не очень опытных священников, а есть и прям даже не очень добронамеренных, начинает... Есть такое выражение, оно возникло еще в начале 20 века, кронштадтить. То есть начинает из себя изображать то, кем они не являются. И тем наносит вред, ну, в первую очередь, себе, конечно. А во-вторых, и тем людям, которые у них и спрашивают совета. Потому что советы могут быть самые страшные. Ну, например, не имея медицинского образования, не имея на руках анализов, рентгенов, там, графии, там, МРТ, кардиограмма начинает отменять лекарства. И это говорит, тебе не надо, тебя залечат. И, так сказать, вопреки постановлению Священного Синода, ухудшает здоровье людей. Поступает не хуже, чем знахари. Вот. Когда какой-нибудь из таких старцев, в кавычках, начинает проявлять такую активность, значит, нужно проявлять большую осторожность. Потому что востребованность большая, и вот некоторые и неразумные, и недобранамеренные этим часто бывает пользуются. Вот, может, и вместо... Вообще, старец – это и есть пророк Бога Вышнего, который открывает людям Божью волю. Вот. Но известно, что в последние времена, а кто не знает, что мы живем в последние времена, все старцы отнимутся, потому что люди не могут выполнять их советы. Поэтому они как бы не нужны. Люди, в основном, когда приезжают к таким священникам, таким опытным, они обычно желают своей воли. То есть они хотят получить санкцию на то, что они уже сами для себя решили. То есть сомнения какие-то есть, и вот им нужно утвердиться. И они будут ездить до тех пор, пока от кого-нибудь не получат. Да, вот так и делают. Когда угадают. Вот, к сожалению. Вот иногда, если старец настоящий, он говорит часто и против того, что человек желает. Ну и потом. Бывают вопросы, на которые может ответить любой семинарист, даже не первого курса, а абитуриент. А люди ищут обязательно старца. А вопрос не стоит не только выеденного яйца, но даже той пленочке, которая между белком и скорлупой бывает, когда его сваришь. И тем не менее нужно обязательно. Это, конечно, неразумно. Вот. Потому что, да, бывают сложные истории, вот, а бывают истории, на которых нет ответа. Потому что человек спрашивает, что мне теперь делать? А он так запутал свою жизнь, что хорошего выхода из этого нет. Просто нет. Любой выход плохой. И, конечно, если рассудительный священник, он может из всех 12 вариантов ужасных выходов выбрать наименьший. Потому что, ну, он как бы смотрит со стороны. Вот. Поэтому, ну, и, конечно, старец, он знает наизусть священное писание. Если он не знает священное писание, говорит, как патриарх Алексеев, от ветра головы свои я, то тогда, конечно, сам преподобный Серафим говорит, когда я себя говорю, всегда бывают ошибки. Это преподобный Серафим. Это не старец. Это один из самых прекрасных наших святых. Сергий Радоничский, преподобный Серафим. Вот это двоица. Выше их никого нет. И вот он так говорил про свои собственные жизни. Вот. А часто, особенно еще молодые, неопытные, вот плохо знающие писание, вот начинают кронштатить, и от этого бывает вред. В первую очередь им самим, второе паствие, третья церковь. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, почему, на Ваш взгляд, в годы богоборщеской власти разрушались храмы в России? Ну, потому что у этих людей вид храма вызывал такую дрожь. Потому что вот есть такое русское выражение «правда глаза колет». Вот. Дело в том, что в каждом храме он свидетельствует о правде Божией. Эти-то люди были дьяволопоклонники. Если мы помним, когда бесноватый приближался к Иисусу Христу, они кричали «Сыне Божий, зачем ты пришел мучить нас?» Поэтому вид храма Божия этих людей мучил. Ленин говорил, что лучше пьянство самый ужасный разврат, чем только одна идея Боженьки. Это его подданные слова. Для него это предпочтительно. То, что при слове «Бог, церковь» у него припадки были ярости. Поэтому, конечно, если динамита не хватало, чтобы храм уничтожить, то хотя бы купола снести, колокольню, так сказать, обезобразить само сооружение. Вот. Для них был ненавист. Поэтому многие люди удивляют, ну, что, использовали музеи, там, как-нибудь еще, вот, сохранили бы. Нет, они были ненавистники. Их просто... И сейчас такие есть. Просто они, конечно, стремятся к власти, потому что, ну, всякий бес, он хочет властвовать. Это мы видим в современной жизни. Они все хотят наставить на своем. Вот. Поэтому им это все не нравится, это все охаивается, церковное все, и вот, к народу такое пренебрежение, к простому. Вот. Поэтому ненависть ушла именно от этого. Это инфернальная ненависть. Она идет от преисподней. И люди, которые, ну, согласились с дьяволом, потому что многие люди думают, что они вообще каким-то высоким идеалом служат. На самом деле, самому дьяволу непосредственно. Вот это дьяволопоклонники. Поэтому вся эта команда, так называемая Ленинская гвардия, это были дьяволопоклонники. Но потом верный ученик Ленина Сталин это дело продолжил. Вот. Но когда уже, так сказать, наступало время, которое потом историки именовали коренной перелом Великой Отечественной войны, он уже понимал, что если он попадет в лапы Гитлера, у него будет участь не Муамара Каддафи, а вот скорее повесят на крючей за рёбра. Вот. А понятно, что скрыться здесь в стране некуда. вот. Поэтому в топку войны он накидал бесчисто миллионами русских мужиков, чтобы спасти собственную шкуру. Ну, нельзя же сказать народу «я спасаю собственную шкуру». Он патриотизма, а чтобы мы поверили в его любовь к нашему социалистическому Отечеству, он перестал днать церковь. В 43-м году восстановлено патриаршество, распущен союз воинствующих безбожников. Вот. Миней Гобельман и Емельяна Ярославский значит на пенсию, которую это вот пропаганду. И вот стал вслед за Гитлером открывать даже храм. Ну, конечно, Гитлер больше открыл церквей, он 10 тысяч церквей, Сталин только 6 успел. Вот. Ну, на этом дело потом осталось. Ну, и при Хрущеве новые гонения. Вот. Поэтому, если вот этим силам дать волю, то все начнется сначала. Сначала кресты, потом упала колокольня, а где деньги есть и, собственно, и само сооружение. Следующий вопрос. По состоянию современного телевидения, как Вы оцениваете наше российское телевидение сегодня? Ноль по кельвину или минус 273 градуса. Что нам бы хуже, но нет. Гениальное русское изобретение телевидения используется для дабилизации народа. Что очень печально. Это совершенно гениальный потрясающий инструмент. можно превратить вообще в орудие развития народа. Вот, например, у нас есть на культуре передача Академия, где лучшие умы читают лекции. Я давно мечтал о такой передаче. Даже когда создавали телеканал Спас, имелось в виду эта идея, слава Богу, что она витала в воздухе и культура это подхватила. Но телевидение его нужно использовать только как инструмент. Либо оповещение о чем-то. Ну, через два дня сильный мороз оповестить население. Это нужная вещь. А оттуда убрать все вот эти сплетни, все вот эти аварии. Подумаешь, произошла авария. Ну, каждый день аварии. Ну, зачем это каждый раз об этом рассказывать. А только сеть исключительно разумное, доброе, вечное. Для трехлетних детей, для пятилетних детей, для семилетних детей, для девятилетних детей, для двенадцати, для четырнадцати, для семнадцати. и так все возраста. Только доброкачественнейший продукт. Все, что дешево, но не сердито, все убрать. Развращающую душу эстраду, все эти хохотушки, все это Одессу-маму, все это закрыть полностью. А только исключительно положительно. Говорят, а рейтинг? Когда у нас было советское телевидение, все так же смотрели эти два канала с утра до вечера. Потому что это настолько привлекательное произведение человечества. А если все убрать? А если кто хочет что-то такое смердящее смотреть, ну пусть купит себе тарелку и, пожалуйста, что-то такое, какой мерзость смотрит за свои деньги. и то должна быть гарантия, гарантия, он должен это доказать, может быть, его даже как-то проверять, чтобы этого не смотрели дети до 21 года. Полностью исключительно. Тогда мы за счет телевидения могли бы так приподнять наш народ, что даже те, кто не могут в школу ходить, они бы обучались хорошему добру, если масса вещей. Я уж не говорю о фундаментальных науках, которые можно преподавать. Не просто какие-нибудь недоучившиеся троечники из каких-то там сельских педвузов, а лучшие профессора, лучшие новаторы педагогики. Человек раз включил все, вот тебе химия урок, вот тебе биология, прям по школьной программе и так далее. И также по всем дисциплинам, всех лучших университетов, по любым, и, конечно, развлекательная часть. Но нужно народ учить прекрасной музыке, а не этот руляля, который вообще ну только полный безвкусец. И последний вопрос по планированию семьи. Чем она сегодня грозит современной России, эта идея? так сама эта идея привела к уничтожению. Начало планированной семьи было разрешение, не разрешение, а просто вот это чуть не силком внедрялось Лениным, разрешение на аборт. Пришлось уничтожить всю плеяду русских кушерных гинекологов и создать новую. Мы эти физически уничтожили. Поэтому вот оно. у нас планирование я бы начал вот если кто хочет стать президентом в нашей стране, первым номером программы должно было стать закрыть все центры планирования семьи на территории Российской Федерации. Это первое. Прямо в день вошествия на престол. Второе. Категорически запретить проституцию в любых формах и срок восемь лет за это. Чтобы весь этот цветущий возраст, который она хочет потратить на развращение людей, вот это она проституте. Пусть она выбирает. А когда уже она будет, так сказать, постарше, уже она мало кому нужна. Вот. Это второе. И третье, конечно, реклама. Потому что у нас в московский комсомолец, он все время же с проституток деньги имеет. Потому что проститутки печатают свои объявления. Как это вообще возможно? Газеты, которые говорят, дотации от государства. И другие. То есть, не только реклама, полностью это закрытие. Вот. Ну, а потом уже надо пойти и на сокращение абортов, и на пропаганду материнства. Ну, и, конечно, поддержка материнства. Мать, которая родила троих детей, с этого момента получает заработную плату. эту заработную плату можно брать частично из бюджета, а частично налог за бездетность. Некоторые говорят, а у некоторых бесплодные. Вот ты бесплодный, помоги плодным. Очень справедливо. И этот налог дифференцированный. Если у тебя двое детей, налог у тебя минимальный. Если у тебя один ребенок, он побольше. Если у тебя нет детей, еще больше. весь народ должен помогать многодетной матери. А фигуру многодетной матери на фоне отца с ее 18 детьми нужно отлить из золота и поставить на Красную площадь, чтобы видели, что вот это героиня настоящая. Что в наше время она занимается самым главным делом рождения, воспитания нового поколения. Тогда это и остановит наше вымирание. тогда у нас будет какая-то перспектива. Сейчас пока у нашей страны никакой перспективы нет. И еще в связи с этим, что нужно взять и изменить систему попечения сиротов. В силу того, что наша государственная система воспитывает преступников. А должна воспитывать доброполезающих граждан, как это было в советское время. Преступников не воспитывали. И так это изменить. И если усыновители и попечители о сиротах из числа граждан будут получать эти деньги, которые тратит государство на воспитание преступников, тогда у нас и не будет детских домов в таком количестве. какая-то часть неизбежно останется. А дети будут все получат родители. Потому что многие не берут детей, а жить на что? Сами едва конца с концами сходят. А если им платить зарплату? Из тех денег, которые и так отпускаются на сирот. Просто их перекладываем из кармана государственного чиновника, которому на детей наплевать. Он даже торгует детьми, приторговывает. К тем, кто любит детей и хочет усыновить. Представляете, вот это качество доброты народ будет использовать. Потому что чиновник это случайный человек. А тот, кто хочет усыновить, он не случайный. Ну и создать структуру, которую каждый месяц бы контролировал. У нас же есть соцработники, есть такую же социальную службу. Обязательно в нее включены должны быть и представители религии. Если в исламских народах должен быть мулат, если здесь священник или дьякон в эту комиссию приходят и как живут. Поговорят с детками, в день можно обойти 5-6 семей. И распределить все эти семьи по таким комиссиям. приглядывают, сразу увидят. Как, чего, что. Если все в порядке, они пишут отчет и получают жалование из этих денег. Вот и все. И было бы прекрасно. Спасибо вам огромное. Спасибо большое.